Случилось? Ура! Ура! Девочки, привет! Всем, любимые, здравствуйте! Вы видите, какой радужный человек сегодня со мной? И вы спросите, а кто же это? На самом деле, это очередной талант. Вот, с чего наберешься, тех себя и окружим. Тех себя и окружишь. Какой сам такой пространство? Это правда, это правда. Катюша магнит. Я думаю, что все уже тебя знают, обожают. Я тебя люблю уже год, наверное. И у меня прекрасная история находки большого длинного пути. Я 5 лет уже занимаюсь собой, занимаюсь развитием женственности, секретами красоты. У меня вот я не красила специально, чтобы было видно, нет ни одного укола в 40 лет. И я купила много курсов по всевозможным... Ну, не йога, да, но для лица. И мне не шло, потому что это насилие, я человек творческий. То есть фитнес, наверное. То есть фитнес и всякие, да, одно. Смотришь рекламу хорошо, начинаешь делать, повторяйте. Мне это было неинтересно. И когда вот я один, второй, третий курс купила, я попала на твое занятие, часовое, приглашение, я думаю, ну дай уже попробуй, ну уже столько денег потратила. Я купила твой курс и просто до сих пор я уже купила повтор, да, и я... Для меня это медитация, это прям мой поток, потому что то, кто знает, вот напишите, пожалуйста, кто делает фейс-йогу, я прям чувствую, у меня есть свои проблемные зоны, глазки, как это все расслабляется, там, челюстью, да, это... Я сейчас транслирую это своим коллегам, присоединяются, тоже покупаю твои курсы, фейс-йогу в частности, но на самом деле ты мега талантливый человек, который собрала вокруг себя мастеров, и сама, вот как пример вот этой женственности, ты транслируешь йони-йога, да, я пока чуть-чуть знаю. Осанка. Да, осанка, это обязательно. На видос, конечно же. Да, мне как телеведущей с огромным опытом. Так вот, кто такая Аксана, это телеведущая, чувствуется, да? Как она берет внимание и ведет нас в какие-то интересные рассказы. А теперь давай про ретрит, вот мы сегодня будем про ретриты говорить у нас. Сначала ты меня еще раньше спрашивала, да, думала, что будет проект какой-то, вот как в каникулах, я не говорю слово карантин, я говорю каникулы, можно собой заниматься. Мы тогда списались, мы были заняты, потом ты уже сказала, уже все это начинается, Ксюша, присоединяйся, я сейчас с удовольствием слежу за тобой, за твоими мастерами, я восхищена твоей силой, потому что это очень масштабный проект, и он не закончился неделей. Вот я специально не углублялась, вот как ты все-таки пришла к этому, когда у нас начала действовать эта система, или у тебя этот проект вынашивался гораздо ранее? Вот соединить мастеров и сделать вот такой онлайн проект. Да, Оксана, спасибо тебе, во-первых, что ты приехала, нашла время, и, друзья мои, преамбула нашей встречи, я все-таки еще раз повторю, что когда ты создаешь какое-то пространство, к тебе присоединяются люди, подобные тебе. И в Оксане я узрела уникальную личность, очень талантливую телеведущую, и выразила ей свое почтение, на что у нее родился отклик, и она сказала, Катя, давай встретимся, у меня есть к тебе пара важных вопросов, которые бы я хотела задать в эфире. Да, пообщаться с девочками, познакомиться со всеми, мастера, я думаю, нас смотрят. Обязательно. И тем самым своими вопросами Оксана раскроет завесу тайны моих проектов, и мы сможем с вами поделиться долгосрочными планами. Что касается самого ретрита, как родилась эта программа, друзья, я хочу сказать, что, возвращаясь в истоки, в детство, мне для того, чтобы себя как-то мобилизировать, а была я ребенком нездоровым и со слабым здоровьем, чтобы мобилизировать, я для себя каждый день составляла расписание. Почистить зубы, побегать, сделать физкультуру. И как-то, ты знаешь, это вот интегрировалось во мне с детства. И я пронесла свое расписание через всю свою жизнь. И ты знаешь, я обратила внимание, что, когда я задаюсь какой-то целью, допустим, переехать, вот я родилась в Иркутске, это, знаете, место силы Сибирь, Байкал, но мне было там достаточно холодно, край для меня лютый. И в детстве я сказала своим родителям, я больше не хочу здесь жить, я хочу жить в столице. На что мама сказала, Катя, ну мы не можем тебе себе этого позволить, мы тебе уже пригрели место в институте, ты будешь фармацевтом и будешь учиться в медицинском. Слушай, это похожая история. В медицинском институте, да, ну видишь, не просто так мы притянулись. И вы знаете, друзья, ничто не предвещало опасности, но в 14 лет я поняла, что карму своей семьи я отработала, мне больше не интересно быть под патронажем родителей, и они мне уже ничего не дают, кроме ограничений и каких-то паттернов. И в 14 лет я уехала из дома и больше не вернулась. Но вы знаете, вот это расписание, с которым я путешествую, я с ним путешествовала везде. И любой целью, которой я задавалась, получить какой-то статус, образование, карьерный рост, хорошую заработную плату, мужчин, тех, которые мне нравились, те, которые мне помогали по карьере, я все добивалась на базе вот этого расписания. А потом на это расписание, ты знаешь, ты расширяешься и начинаешь богатеть, и к тебе приходят интересные люди, мастера. И ты знаешь, мне для того, чтобы поднимать вибрации, оттачивать свое мастерство, быть тем, кем я есть. Я всегда вопрошала пространство помочь мне знаниями нумерологии, астрологии, целительства, здоровья, женских практик, даотских практик. И за 40 лет я собрала огромное количество уникальных мастеров. И на это, конечно же... То есть это твои люди, которые притягивались к тебе в течение всей жизни? В течение всей жизни, да. Я у всех у них была на куче. Ты говоришь на базе расписания, я считаю, на базе твоей силы личности и ощущения своей миссии. Конечно, миссия важна. Синхронный с тобой, да, я всегда тоже иду своим путем. Он странный, он другой. И в плане красоты, сколько у меня коллег, которые все себе подкололи, молодцы там, но я как бы иду сложным путем, но своим. И тоже выискиваю людей, таких как ты. То есть кто-то приходит, многие просто хотят от меня подзарядиться, да, а есть люди сильные, к которым тянешься, я понимаю, что... Да, здесь хочется и давать, и брать вот этот вот энергообмен. Отлично. Я думаю, что наши девочки тоже от тебя получают очень много. Вот там есть комментарии чудесные. Да, давай, мы сейчас посмотрим, что нам пишет Венера. Мне тоже грозил медицинский, если бы мамочка поехала со мной на вступительные. Вы видите, какой аграбер, мы все подобное притягивает подобное. Да, 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 добрый вечер нам пишут. Интересно, нас Москва смотрит, какие города, страны. Можете написать. Я знаю, что есть девочки, много девочек из Италии, из Питера. Избавилась от малярного жира. Это вот эти вот упражнения, да, вот эти вот упражнения. Ой, да вы знаете уроки лучше меня, да? Оксана, моя хорошая. Да, я год это делаю. Знает все лучше меня. Да, да, да. А как я к тебе на день рождения? Вот Ирочка к нам, астролог, привет, присоединилась. Я же уже многих знаю тоже твоих мыслей. Это семья. И так получилось, что все, кто ко мне притянулся за долгие годы, они сформировали мой костяк, фактически моей семьи, которую я лишилась 14 лет. А бывает у тебя, что круг общения менялся? Кто-то отпадал, ты перерастала кого-то, мужчина, не знаю, партнеров. Вы знаете, друзья, время разбрасывать камни, время их собирать. Да, конечно, круг менялся, но сейчас 40 лет я собрала всех, кого встретила на долгом жизненном пути. То есть ты оставила хорошее послевкусие, да? Ты ни с кем не сжигала масло. Отнюдь. Потому что эти же тоже люди меняются, они как ты меняются, и сейчас это совсем другое созданности люди. И вы знаете, друзья, правда она рассредоточена. В каждом человеке есть вот это зерно таланта, зерно уникальности, за которую я готова побороться. А что значит побороться? То есть простить ему любые недостатки, но наполнить себя вот этим его божественным светом. И так собралась моя школа «Экологичное тело» с теми мастерами, которые являются моей семьей. А большая в данный момент? Ты знаешь, что касается учеников, только фейс-йогу прошло 50 тысяч учениц. Это только фейс-йогу. Умный детокс курсы. У меня просто сейчас нет с собой статистики. Осанка, высшее сексуальное мастерство. Огромное количество. Но даже больше скажу, девочки, я не остановлюсь. Я хочу школу мирового масштаба и открытие представительства школы во всех странах мира. Поэтому, девочки, все, кто живут за границей и проходили мои курсы, давайте объединяться. Я вас всех сертифицирую. И вы откроете такие же онлайн-школы. Онлайн и оффлайн-школы мы объединим, которые дадут возможность людям уединяться и в ретрите на дому, либо в любой другой стране взращивать свою вот эту уникальную энергию, вот эту крупицу, с которой они пришли, с этим божественным каналом. Как вы берете себя? Вот есть люди, я разговариваю с человеком, он говорит, я вот весь в страхах, меня что-то выбивает, я откатываюсь назад. Вот, наверное, вот мне кажется, ретрит вот эти... Сколько у нас? Три недели получается, да? Да. Неделя плюс еще две. Вот каждому откроет энергию и, наверное, вычистит эти страхи какие-то. Это же очень важно. Когда человек говорит, ну я знаю свой потолок. Да. Как можно знать свой потолок сегодня, если завтра он может быть другой? Да, здорово. Так и есть, родные. Когда вы сконцентрированы на себе, когда вы не выхолощиваете энергию на какие-то, ну я считаю, неважные вещи. Понимаете, у нас общество так устроено, что все тебя соблазняют. Соблазняют какими-то развлечениями, какими-то услугами. А на самом деле нам для счастья так мало нужно. А для своей самореализации так вообще нужно уединяться. И вы знаете, я всегда очень болезненно реагирую, когда, допустим, захожу в кафе и вижу прелестных леди, которые сидят и разговаривают ни о чем. Я думаю, боже, ну жизнь такая короткая, а успеть так нужно много. Если вы обладаете уникальными талантами, лучше займитесь живописью, любыми другими танцами, с чем-то еще и передавайте это знание. Но о чем вы говорите? Вот они сидят и вкушают какие-то, я считаю, вредные пирожные и разговаривают, как мне кажется, ни о чем. Думаю, лучше разговаривайте с астрологами, которые будут вам простраивать будущее. Вот у меня, допустим, в день может консультировать до пяти астрологов. И каждый час я осознаю, у меня есть даже тарификация в умном детоксе, каждый час какой меридиан включается, о чем нужно думать, на что медитировать. И тогда, ты знаешь, у тебя КПД жизни становится совсем другого толка. Вопрос качества получается, использования времени, окружения. Определенно. Но, друзья, это ничего не имеет общего с загруженностью в течение дня. Дело в том, что я обратила внимание и столкнулась. Некоторые мои клиенты приходят с тем, что с потерей перепринатальной энергии, то есть с выхолощиванием своей энергии и выгоранием, профессиональным, потому что была слишком большая нагрузка. А это говорит о том, что вы не занимались телом, не делали медитацию, випассану, очищение ума, детокс ума. Это тоже очень важно. Я где-то 30% времени в день отдаю собственной медитации. И это очень-очень важно. Катюш, вот я хочу сегодня у нас как серединка, полторы недели, чтобы ты сказала, вот начиная, как ты видела, какой результат ты видела, вот какая миссия этого ретрита, вот чтобы пройдя неделю, но сейчас по желанию наших прекрасных леди это будет больше и будет больше насыщения, тем более каникулы продолжаются. Вот ты хотела что дать? Твой посыл. Много мастеров, они разные. Дать человеку выбор, то есть найти своего мастера. Вот какой запрос у тебя был? Любимая, ты мои мысли читаешь, вот я как раз делала вебинар по сверхспособностям, Оксана как раз обладает чтением мысли. Я хочу сказать, что да, все, ты абсолютно права, и ты действительно перечислила то, что я и собой не внесла. Видишь, как я чувствую, я прочувствовала, да? Конечно, любимая, конечно, в первую очередь я хотела привести ваше тело в порядок и его структурировать на базе тех практик, которые туда интегрированы. А в здоровом теле здоровый дух. Соответственно, накопив энергию в теле, занявшись медитацией, вы уже высвобождаете энергию и внимание на что-то большее. А заглянуть внутрь себя очень хорошо помогают астрологи, те мастера, которые я пригласила. На самом деле, все мастера это путь познания себя, процесс в глубину. И поэтому, где вы еще найдете таких специалистов в таком концентрированном пространстве? Таких разных, да? И разных, да. Вот, казалось бы, йога, фейс-йога, потом вот ребята из Псалополя, они очень хорошо давали медитацию, дыхание. На Сахистану, да? Вот я это все сделала. Молодец. Упражнение, это безумно интересно. И в комплексе, получается, вот когда мне говорят, ну вот на каникулах я не могу, только ем и мне скучно. Конечно, чтобы этого не происходило, моя задача повышить удовольствие, вибрацию удовольствия, потому что низкочастотное, это натрескаться и сесть смотреть бездушные фильмы. А не поесть, делать практику, подышать, помедитировать, послушать лекцию астрологическую. Вот это совсем, совсем другое, совсем другой уровень бытия, который, и вы знаете, когда ты так себя вычищаешь и на уровне питания, и на уровне практик, у тебя обостряются сверхспособности. Ты начинаешь читать мысли, ты начинаешь предвидеть будущее, ты начинаешь видеть вещи и сны. Это потрясающе. Чувствовать перемены, когда вы идут. Да, чувствовать перемены, прогнозировать политические события. И перестаешь бояться, уходят страхи, как раз уходят страхи. И ты понимаешь, что да, действительно, это не изоляция, это каникулы. Это каникулы. Красиво, время на себя. Да. Когда мы еще можем себе такое позволить? Ведь это очень дорого. И сейчас так случилась ситуация, что мы можем себе позволить, нам пространство и планеты даровали. Более того, когда ты знаешь, оказывается, что Сатурн с Юпитером сейчас в тандеме, ты тогда понимаешь, Сатурн зажал Юпитер, а Юпитер это знание. И поэтому ты в неких тисках, где у тебя обостряются сверхспособности. Потрясающее знание в астрологии. А еще все выходят сейчас в онлайн. Мне кажется, настолько. Конечно. Эпоха водолея, вот она пришла. Родные, я вот здесь хочу обратить внимание. Буквально совсем недавно, когда я декларировала своим партнерам, ученикам, мастерам о том, что я основатель школы экологичное тело, мне говорили, ай, да ну вас онлайн, я только оффлайн, только вот пока не коснусь мастера, его не почувствую. И представляете... Как говорит Радик. Да. И а теперь, вы знаете, все с таким уважением и пиедетом и говорят, Катя, давай дружить. Вообще-то онлайн, за этим будущее. Действительно, друзья, надо меняться, и эпоха меняется, и давайте идти в ногу со временем. Поэтому присоединяйтесь к моему проекту. Уже скоро будет клуб «Экологичное тело». И мы даже разработали абонементы на год. И поездки в разные страны. И даже можно будет выиграть круизное путешествие. «Экологичное тело» ретрита по Средиземному морю. Целая команда работает. Ты говоришь, да, то, о чем мы говорили, к чему мы идем, что когда закончатся эти три недели, но это мы подсаживаем, я даже уже подсаживаюсь на этот ретрит за неделю. И хочется, чтобы это продолжалось. Вот у меня я работаю, да, у меня там нет времени каждый час выходить за собой. Но я пришла... Нет, ну все посмотреть, вот прям по расписанию. Я пришла ночью, я не лягу спать, пока я не посмотрю, да. Вот это ценно для меня. Да. Открытие. Это просто. И мне интересно. И мне казалось, вот я считаю, что человек постоянно развивается. Вот я опять там лет пять, да, активна. Это тема женственности, сексуальности, красоты своей. и постоянно находишь что-то новое. Я такая, ну, а так я не умею. Ну, а вот так. И нет предела совершенства. Да, да. И ты такой раз, тут прочувствовала так, все, тут в голову пошло. Это просто замечательно. Давай спросим у наших девочек, вот что уже получили, вот кто-то может, совсем первый раз к тебе пришел, да, вот здорово. Что получили за полторы недели ретрита и что хотите еще получить? Любимое. Какая-то подсказка тебе будет сейчас? Любимое. Это будет так ценно. Любимые ваши комментарии, ответы, поскольку мы здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Много-много получаем, пишет. Помогите нам с этим. Инна. Здорово. Так. Ирина, астролог нам пишет, мой путь мало кто принимает. Нет, мне кажется, у нас все больше становится. Да, мне кажется, мне кажется, Санкт-Петербург. Да. Стокгольм. Здорово. Порадую тебя. Да, девочки, молодцы. Пишите, общайтесь. Катеньки, вот я очень люблю обратную связь. Катя, важно, правда? Да, конечно. Это такая теплота. У меня вопрос от участницы. Занимаясь вейс-йогой, с утра поднялось давление, высказала предположение, что переусердствовала, переусердствовала. Панова, не знаю, как зовут, пишет. Ведь во всем нужна мера. Может, она хотела с первого раза омолодиться? Да, родные, конечно же, во всем нужна мера. И когда мы что-то делаем из тервенела, мы потом за это жестко расплачиваемся. Но не переживайте, мы сделаем терапевтические практики. Я сейчас продолжу читать. Вот у меня, когда я начала заниматься, и мама моя приехала, ну что ты там делаешь? Ну, мама тоже такая сзади начала делать. И я делала вот каждый день. Я делала утренний вечерний комплекс. Я поняла, что у меня вот первое время болело шея. А, вот видите? Мышцы закачивались. Да, да, да. Да, и вот здесь вот это вот платизма. Прекрасная шея. То есть, сейчас мне это наоборот. Я все это качаю. Как красиво двигается Оксана. Мало того, что делали ведущие, у нее еще и такая шея, как у змеи. Родительница моей красоты. Да, шея знатная. Все знатная, конечно. Вот такие все девчонки, кто позанимался пояс-йогой, все со знатными шеями. Ну, это еще, знаешь, вот как психологическое расслабление. Это музыка, которую ты даешь, там, под какую музыку. Какая катенька соблазнительная. У меня все девчонки кайфушки. Да. Что нам пишет Евгеша. Просто надо общаться с правильными людьми, тогда ты можешь из таких встреч что-то понять для себя. Это обязательно. Нужно чувствовать среду, в которую ты попадаешь. Мне кажется, вибрации настолько ощущаешь людей со временем. Конечно, конечно. И все мы одна семья. Люблю вас всех, девочки. Ой, как приятно. Родные, каждый ваш комментарий, каждое ваше сердечко чувствуется всецело. Хочу. Я вас понимаю. Так, здорово. Я уже член этого клуба на весь год. Здорово. Вот. О, то, что и хотели. Смотри, что это и меня. Я думала, сейчас всех удивлю. Такой сюрприз. Они уже все члены клуба. За тобой следят и, мне кажется, сразу же смотрят, изучают. Мне сегодня, я вчера на своей странице в Инстаграм разместила, ну, то, что там меня тоже очень красиво отметили на странице проекта. Это большая честь, мне приятно. Я разместила как анонс приглашение и про себя. И мне начали писать мои девочки. А что? А да. А вот фейс-йога. Ну, не все знают, конечно, сколько мне лет. Здорово. Да. Ну, и я вот тоже буду рекомендовать, потому что хорошим нужно делиться. Конечно, друзья. И на самом деле самых талантливых и привлекательных я всех приглашаю в проект как мастеров. И, конечно же, после такой прокачки интенсивной пробуждаются сверхспособности и таланты. И эти таланты тоже нужно подсвечивать и реализовывать. Поэтому я всех приглашаю на свою платформу. И мы можем дружить как мастера. Платформа какая, конкретно скажи? Платформа в данном случае это экологичное тело, но проект называется Neo People. Это такое сообщество, комьюнити, где я объединила всех мастеров. И даю им возможность для самореализации. Ты знаешь что? Ты даешь возможность попробовать и поверить. Да? Потому что, когда ты меня приглашала, мы говорили о чем? Что я телеведущая, 20 лет. Я мастер коммуникации. Я очень чувствую людей. Я работаю над своей энергией. И я преподавала благотворительном проекте детям. Пастерство телеведущего. То есть я делюсь с удовольствием. У меня, конечно, очень много импровизации, потому что я понимаю... Мы обязательно эти уроки включим в наши ретриты. Да, если вам интересно, вы тоже можете написать. Я могу быть в этом полезна. Я могу фейс-йогу провести с тобой или поделиться своими любимыми упражнениями. Еще ты преподаешь различного рода фитнес-направления. Я всю жизнь... Ну, я занимаюсь цигун, я занимаюсь фитнесом, я танцевала на пилоне, я занималась джиу-джитсу. Ну все, я первая записываюсь на урок как сани. Поэтому... И, конечно же, много-много женских практик. Это были клубы наши известные, да, про женственность, оргазмичность, про отношения мужчин и женщин. Я боготворю мужчин, для меня... А я женщин. В каждом. Женщины, это понятно, свои кошки. А вот мужчины, то, что они прекрасны, и если там раньше было какой-то не такой, они все такие. Просто каждому нужен свой подход, свой покупатель. Каждому в товару, да, и в каждом можно найти что-то хорошее. Здорово. Так и есть. Давай посмотрим, что нам пишет. Инна отвечает на наш вопрос, что вы получили за полтора недели, и что еще бы хотели. То, что и хотели. Расписание, новые знания, нагрузки физические и много любви. Здорово. Вот ты знаешь, расписание тоже очень важно, что ты вот так вот все продумала. Да, мои хорошие. Ну, конечно, все для вас. Все, что я собой являю, я туда интегрировала. Так, на второй неделе ретрита уже есть моя подруга. Мариночка. Девочки приглашают своих, да, я знаю. Да, да, да. Что как сарафанное радио, проект работает. А еще сам, когда ты какой-то не такой, да, все интересуются, почему ты так хорошо выглядишь, почему ты так выглядишь хорошо, будучи, да, в том же, на тех же каникулах. Так, после фейс-йоги сильно и шикарно болела шея. Вот меня кто-то поддержал. Я люблю, я люблю, когда мне пишут такие комментарии, это говорит о том, что вы не бездельничали, а практиковали, на славу. А ты знаешь, это засасывает, в хорошем смысле. Так это и есть цель моих практик, повысить вибрацию вашего удовольствия, повышая интеллект тела. Так, на третью неделю пробуют заинтересовать еще троих, Мариночка пишет. Девочки, как мне приятно, что вы приглашаете своих друзей, надо это как-то мне поощрять. Знаешь, какая мне идея? Мне кажется, вот обязательно нужно потом, когда каникулы закончатся, всех собрать, построить какое-то мероприятие, чтобы все познакомились. Ловлю тебя на слове. Ловлю тебя на слове, да, естественно. Всех участниц, всех мастеров, и все-таки три недели вместе, это уже большая любовь. Мы семья, друзья мои. Теперь на всю жизнь мы семья. А родственные связи, они знаете ли, на всю эту порационную? Да, чтобы все обмелись, наконец-то. Определенно. Так и сделаем. Вот теперь мне, друзья, теперь понятно, почему мы встретились и к чему был посвящен этот эфир. Чтобы... Да, да, спасибо, спасибо. Так. Ага. Говори, чтобы, а я тебе прочитаю потом приятные вещи. Да? Хорошо. Ты меня спрашивал про проект Neo People, и здесь я хотела сказать, что это платформа, где объединены все мастера, и эти мастера могут декларировать свои таланты и обмениваться с друг другом талантами. И, соответственно, выступать на моей платформе и оттачивать свое мастерство. потому что на самом деле путь успешного мастера, он не, скажем так, не быстрый, потому что помимо творчества, о котором мечтают в принципе все, да, вот кто-то красиво вяжет, кто-то шьет, кто-то поет, но чтобы реализовать это творчество и чтобы вы были услышаны, и чтобы вас преподнести, донести о вашей ценности, это непростой путь. И это, вы знаете, это определенная бизнес-модель. И я эту бизнес-модель быстроила, потому что сама в этом добилась определенных результатов. И теперь, чтобы привести всех мастеров к хорошим результатам, чтобы им не тратить свою жизненную силу на вот эти бизнес-вопросы, они могут просто прийти в мое сообщество, и я им помогу быть успешными. Ты знаешь, что важно? И реализованными. Нужен толчок, и нужен тот, кто скажет, ты крутой, ты сможешь. Определенно. Родные, вы все крутые, и я вас с радостью всех воодушевлю своими божественными пенделями, я это называю. Ты веришь, ты прямо говоришь, давай. Я говорю, ну вот как-то я же уже реализуюсь. Нет, ты можешь больше. Определенно. Может быть полезна людям. Это Катяны слова, и вот как бы я ни была занята, Катя вот взяла меня и говорит, Ксюша, давай. Хочу Ксюшу. Хочу прекрасную телеведущую в свою программу. Да, конечно. А сколько у нас времени, скажи, пожалуйста. А у нас фактически 4 минуты. 4 минуты. Еще прочитать, потому что здесь очень много комментариев. София новенькая, знаю о вас всего 5 дней, вдохновилась, уже купила 3 курса соединения красоты, ума, духовности. Это редкость. Здорово. Любимая моя, как мне приятно. Так, имен, к сожалению, не знаю. Тулэнд, но вы узнаете, да, что я ваши комментарии читаю? Чем больше занимаюсь, тем больше вхожу во вкус. Как хорошо, что вы есть. Жаль, что раньше такого не было в моей жизни. Любимая, на здоровье. Девочки родные, такие теплые комментарии. Оксана, спасибо, что ты даешь возможность девочкам выразить свои эмоции, а мне их донести. Вот это очень важное связывающее звено. Мои хорошие. Вот кто-то пишет вчера первый день фейс-йоги и глазки, сердечки. Так, Оксаночка, хотим тебя в ретрит. Спасибо огромное. Так, и я уже, я понимаю, что я уже все никуда не делаю. Конечно, мы уже составили планы на ближайшие ретриты. И вы знаете, если вы хотите освоить ораторское искусство и искусство самопрезентации, это как раз Оксана. Да. Поэтому, друзья, уже скоро будет у вас новый мастер-класс, как себя самопрезентовать, как быть уверенными на публике. Это правда. Вот уверенность, ничего не боюсь, нужно, ну вот, как и ты, да, я всю жизнь ничего не боюсь, я с 16 лет самостоятельно, сначала Киев, теперь Москва, и я очень люблю людей. Когда я приехала в Москву, мне говорили, ты какая-то странная, не такая, ну, сильно открытая там, да. Так это твой талант уникальный. Да. Как научиться быть открытой и не зажатой на камеру? Вот, пожалуйста, Оксана, лучший в этом специалист. Спасибо огромное. Кто-то пишет, что все красавицы на ретрите, все на ретрите. Любимый, я бы с радостью каждую из вас пригласила на интервью, и Оксана бы, взяла бы у вас интервью, а я бы с радостью только конспектировала ваши таланты. Ты знаешь, как я умею, я умею болтать, и я умею слушать. И вот у меня один мой новый знакомый на днях говорит, почему я тебе все рассказываю? Ты молчишь, а я все рассказываю. Да, 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 вот такая сила. Ну, я журналист, да, но, конечно, больше люблю, мне нужна сцена. Я все-таки люблю светить, поэтому, будем вместе светить. свести вместе, однозначно. Ну, что ж, любимый, спасибо вам, что вы были с нами, присоединяйтесь к проекту Экологичное тело, к No People, и благодарю вас за то, что вы есть в нашей жизни, и что вы нас делаете богаче, и нам счастье служить вам. Как Оля говорит, я красивая. Да, точно, точно. все знает наизусть, схватывает на лету. Я очень схватываю на лету, и я вот как чувствую, да, то есть я же не все смотрю, но вот я прям прочувствовала, кстати, ретритов много, но и всяких проектов, на которые уже начинаешь фильтровать, и не везде присоединяешься. Катенька особенная, правда, такой бриллиант, сила, сила, обаяние, а фейс-йога – это любовь на всю жизнь. Но мы продолжим, да? Обязательно. Все дела. Да, мы сейчас продолжим общаться, обниматься, но с вами уже прощаемся. Пока-пока, любимые. Спасибо огромное. Пока.